Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я рад вас приветствовать на этой небольшой лекции. И сегодня я вас познакомлю с новым модулем в аппаратно-программном комплексе «Видопульс». Этот модуль называется «Сведанотерапия». И он является, по сути, результатом, так скажем, долговременного сотрудничества с компанией «Биоквант». И в самом начале хочу высказать слова благодарности руководителю Сорокину Олегу Викторовичу, который приложил большие усилия, проявил интерес к той деятельности, которую я проявляю. А мне взаимно была интересна деятельность, направленная на продвижение. И все, так скажем, диагностические вещи, связанные с аппаратом «Видопульс». И вот сегодня в первый раз, собственно говоря, мы совместными усилиями презентуем этот модуль, который так и называется «Сведанотерапия». В самом начале, конечно, хочется сказать о назначении этого модуля, чтобы было сразу понятно, для кого, для чего он предназначен, в каких целях. Так вот, этот модуль предназначен для получения именно индивидуальных рекомендаций по оптимальному выбору влажности температурной среды и режима парения в бане. Почему это очень важно? Потому что каждый человек является особенным, индивидуальным. У каждого человека есть свое текущее психофизиологическое состояние. И кроме того, у каждого человека есть свои конституциональные особенности, которые очень важно учитывать при парении в бане. Для кого этот модуль предназначен? Этот модуль рекомендуется к использованию как для профессиональных парамастеров, которые работают в банях, в банных комплексах, в СПА-пространствах, которые занимаются вопросами реабилитации и применяют баню как один из инструментов, может быть, не только как один из инструментов, а как главный инструмент. Но он предназначен также и для любителей банного парения в целях проведения оздоровительных банных процедур. И главной инновацией этого модуля является то, что нам удалось объединить данные аппаратной пульсовой диагностики с традиционными и современными знаниями, которые проистекают в бане. И что происходит с человеком в бане. И вот на основании, так скажем, объединения этих данных и знаний удалось разработать рекомендации и давать такие рекомендации с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Но прежде чем непосредственно приступить к ознакомлению с этим модулем, я хотел бы остановиться на стихиальной феноменологии того, что происходит в бане. Так вот, баня — это такое уникальное явление. Это и место, и явление, и процесс одновременно. И самое главное, что в бане мы имеем дело со стихиями, которые находятся в активной фазе. Причём, надо сказать, что и в славяно-арийской традиции, и в ведической традиции подход, в принципе, одинаковый. И есть понимание и знания, которые до нас дошли, о том, что весь мир создан из стихий. Ну вот, в частности, в Уверведе принято считать, что есть огонь, воздух, вода, земля и эфир. Эфир здесь не изображён. Он присутствует в каждой стихии или в каждой энергии. Но самое главное, стоит понимать и представить, что в бане есть огонь, который горит в печке. Есть земля, которая представлена камнями, которые нагреваются. А также стенами из дерева. Дерево выросло из земли. То есть это и представляет, так скажем, стихию земли. Есть вода, которой мы пользуемся. Есть воздух. Находится в бане. Когда мы поддаём пар, то мы перемещаем по воздуху пар, воздействуем на человека. Вот здесь изображён человек. И мы с помощью веников и других манипуляций воздействуем на человека. Что важно тут также понимать, что пар, которым воздействует на человека, он, по сути, является производной огня и воды и несёт себе, так скажем, основные энергии этих двух стихий. А жар является производной огня и земли в основном. И он проявляется в виде волнового излучения. То есть камни нагреваются и отдают жар. Ну, конечно, печка, если там металлическая печка, то она тоже нагревается и излучает определённые волны, которые невидимым образом пронизывают нас и прогревают. Таким образом, в бане на нас воздействуют все стихии, а также две их производные — пар и жар. А человек управляет, так скажем, этими стихиями с помощью веников, с помощью регулирования температуры и также с помощью воздействия вениками, можно сказать, массажными движениями, контактными движениями, бесконтактными движениями. Таким образом, в бане как раз на нас воздействуют все стихии. И важно понимать, что стихии и энергии, так скажем, можно сказать, божественные энергии, они могут как исцелить человека, но также могут и навредить человеку. И вся, так скажем, тонкость банных процессов, которые происходят в бане при воздействии на человека, этих стихий, заключается в том, чтобы подобрать правильную влажностно-температурную среду и подобрать правильный режим парения. И я здесь могу сослаться на известное изречение, что каждое лекарство может быть ядом, а каждый яд может быть лекарством. Поэтому очень важно в бане подобрать такие режимы парения, которые бы в конце концов исцеляли человека, и чтобы человек, который прошёл банную процедуру, восстановил свои силы, снял излишние напряжения, и чтобы эта процедура была оздоровительной. Но, к сожалению, за последние десятки лет, а может быть даже не десятки лет, образ бани и русской бани у нас был искажён, потому что были утеряны банные традиции. По сути дела, банные традиции являются частью русской традиции, и не только русской традиции, а традиции многих стран, поскольку баня в том или ином виде присутствует практически во всех традициях, во всех странах, куда бы вы ни поехали, баня в том или ином виде присутствует. Так вот, банные традиции были во многом утеряны, и образ бани сложился несколько искажённым за последнее время. Но, как говорится, есть хорошая новость. Сейчас информационное пространство открылось, и мы можем получать знания, которые владели наши предки, и применять эти знания. И сейчас, так скажем, банная культура возрождается, проводятся всевозможные соревнования, фестивали банные, и движение это набирает силу. И очень важно, конечно, понимать, как провести банную процедуру правильным образом, опираясь на древние знания традиционные и на современные знания, которыми мы сейчас обладаем. Так вот, давайте с вами рассмотрим, что же происходит в бане с точки зрения характеристик влажностно-температурной среды. Вот на этом рисунке изображены изолинии, которые располагаются в двухкоординатной плоскости. По оси Х отложена температура, а по оси У отложена влажность, относительная влажность до 100%, температура до 100 градусов. Если мы внимательно посмотрим, то можно выделить несколько, так скажем, характерных зон влажностно-температурной среды. Есть зоны с низкой температурой и низкой влажностью, в которых, собственно говоря, идёт интенсивное потоотделение у человека и идёт испарение с тела человека. Есть другая противоположная крайняя точка, где очень высокая температура и очень высокая влажность. И за счёт этой влажности в основном на теле человека конденсируется влага, которая висит в воздухе. А также есть такой крайний влажностно-температурный режим или среда, которая создаётся в бане, когда у нас низкая температура и очень высокая влажность. Ну, характерный пример — это турецкий хамам. Когда влага висит в воздухе, её очень много. И вы все знаете этот режим, наверняка все бывали в таких хамамах. И представляете, что это такое. Другой режим, который мы можем выделить, он, собственно говоря, находится в зоне очень высоких температур и очень низкой влажности. Ну, принято у нас называть такой режим суховоздушная сауна или просто сауна, когда вы заходите в баню, и там очень сухо и очень жарко. Вот. Не буду сейчас говорить, чем хороши, чем плохи эти режимы, но такой режим существует. И есть режим, так скажем, срединный режим, где показатели влажности, срединное или медианное значение, температура составляет 60 градусов и 60% влажности. Этот режим принято, скажем, среди специалистов, банных специалистов, называть режимом русской бани. Таким образом, мы можем увидеть, что в бане мы можем создавать достаточно различные влажностно-температурные режимы, которые по-разному воздействуют на человека. Вот для того, чтобы нам понять, каким образом они воздействуют, давайте посмотрим, так скажем, как в традициях, ведической традиции и славяно-аристской традиции, в общем-то, правда, другими словами, но, тем не менее, представляется человек и его состав. Так вот, поскольку весь мир как бы соткан из всех пяти стихий, то и человек тоже является частью этого мира, и, по сути, он также состоит из воздуха, огня, воды, земли и эфира. И принято считать, в частности, в ведической традиции, в науке Аюрведа, что разделяется три типа человека. Первый тип — это вата, второй — пита и третий тип — капха. Вата — это человек, у которого преобладает стихия воздуха и эфира, пита — это человек, у которого преобладает внутренний огонь, а капха — человек, у которого преобладает слизь, то есть связанная вода, то есть превалирует земля и водная стихия, земляная и водная стихия. Но также есть ещё и промежуточные состояния между этими тремя состояниями. Это, можно так сказать, крайние состояния. Выделяются вообще десять типов. Монотип — вата, пита, капха. И промежуточные состояния — вата, пита, вата, капха, пита, капха. Пита — вата, капха, вата и капха, пита. И это, собственно говоря, можно сказать, дуальные типы человека. Но есть ещё десятый тип три доши, когда все стихии, все три стихии примерно уравновешены, находятся в балансе. Так вот, для каждого, оказывается, для каждого типа человека требуется своя влажно-температурная среда для того, чтобы привести в баланс находящийся в разбалансе набор стихий в человеке. Ну, если говорить по-простому, для вата, доши требуется тепло и влага, поскольку это холодный знак. Для питы требуется, условно, прохладная баня, потому что человеку, у которого много внутреннего огня, ему неблагоприятен сильный жар. И обычно люди с такой конституцией, они не любят жаркую баню. Они сидят там на нижней полочке, часто охлаждаются. И для них такая сильно жаркая баня, она даже, можно сказать, противопоказана. Для людей конституции типа Капха, у которых есть избыток земли и воды, не хватает других стихий, конечно, нужна сухая жаркая баня, чтобы убрать излишки воды из тела и восстановить баланс. Ну и также есть промежуточные типы, которые мы можем увидеть, что для каждого промежуточного, основного и сбалансированного типа требуются свои влажно-температурные режимы. Нам удалось выделить, так скажем, в пространстве температур и влажности, какие типы, так скажем, конституционные типы людей тяготеют каким влажно-температурным режимом. И как оказалось, что для каждого человека есть свой влажно-температурный режим. Вот на этой картинке представлены, так скажем, зоны тяготения по типам, по конституциональным типам человека. Сокращенное название – это пита-капха, это капха-вата, вата-капха. Ну, вы уже, надеюсь, понимаете, да, что по названиям каждому из типа человек соответствует свой влажно-температурный режим. Условное название, так скажем, этих режимов мы выделили. И вот левый режим называется русская печь, правый крайний режим, нижний, называется сауна, верхний называется экстремальный режим, и левый верхний режим – хамам. А вот посерединке мы выделяем, так называем, режим русской бани, который практически подходит со своим смещением для любого типа конституции человека. Он очень благоприятный. в таком режиме можно достаточно долго находиться и применять всевозможные и различные процедуры. Банные. Вот диапазоны влажности и температуры для каждого из этих режимов я вот здесь вам сейчас показываю. они здесь приведены. И получается, что, да, еще выделены, кроме этих режимов, четырех основных, о которых я и говорил, мы еще выделили режим пустыня, когда у нас влажность, температура находится в таком соотношении невысокая, так скажем, температура и средняя влажность. Режим саун, когда высокая температура и низкая влажность. Режим субтропики, когда у нас средняя температура и высокая влажность. И русская баня, срединный режим, о котором я уже говорил, экстремальный режим, когда очень высокая температура и средняя влажность. Хамам, когда у нас высокая влажность и низкая температура. в тропике, когда у нас высокая влажность и режим средних температур. Ну и суперэкстрим — это когда и высокая температура, и высокая влажность. И каким образом это отражается? Вот уже я перехожу, собственно говоря, к той картинке, где изображено поле, вот это поле изображено различных режимов, чтобы вы уже понимали, как это изображается на приборе «Видопульс». Вот и все эти 9 режимов, здесь они приведены. Ну, если мы вернёмся назад и посмотрим 9 типов человека, которые мы выделили, то мы к каждому типу человека, как я уже показывал, мы можем соотнести определённый влажность-температурный режим. Поскольку аппарат «Видопульс» позволяет определить конституцию человека, то мы можем соответствующим образом давать рекомендации, какой влажность-температурный режим или какую влажность-температурную среду мы можем порекомендовать конкретному человеку с учётом его индивидуальных особенностей. Определить на глаз, конечно, это очень сложно, но хотя есть специалисты, которые это делают на глаз, но аппаратно-программный комплекс, он тут обладает такой особенностью, что он лишён человеческого фактора, и мы достаточно объективно, без субъективного фактора можем сказать, что данному человеку подходит именно такой влажность-температурный режим. Но надо сказать, что это далеко не всё, вернее, это не всё, можно сказать так, потому что каждый человек в данный текущий момент времени не может находиться в различном психофизиологическом состоянии. То есть у человека может быть стрессовая ситуация какая-то по жизни, а у него может быть тяжёлый период жизни, когда он потратил много сил, может быть длительный период, может быть кратковременный период. И очень важно понимать, какой режим парения выбрать для данного конкретного человека. Потому что воздействие, кроме температурно-влаженства среды, ещё есть воздействие с помощью веников, то есть активное воздействие и контакт с телом человека. Но и не только прямой контакт с телом человека. Дело в том, что когда мы передвигаем веники, так скажем, даже бесконтактно, то мы запускаем стихию воздуха, которая содержит пар, и эта стихия также может активно воздействовать на человека. Если мы применяем, допустим, активные действия, так скажем, сильно машем вениками, интенсивно передвигаем пар над телом человека, который пронизывает и плотное тело, и тонкие тела человека, и воздействует на плотные тонкие тела человека, то это может привести, например, к перевозбуждению вата-доши. Если мы активно воздействуем на тело человека, мы можем либо снять напряжение с тела человека, либо наполнить человека силой стихий. И поэтому очень важно знать, в каком же состоянии в текущем находится человек. И аппарат видопульс, он как раз позволяет получить такие характеристики, такие как уровень системы физиологической регуляции, то есть запас жизненных сил, и уровень стрессового напряжения. Они, конечно, между собой коррелируют, но тем не менее это разные показатели, которые характеризуют текущее состояние человека. Если человек устал, допустим, у него есть истощение, скажем, запаса жизненных сил, то эти показатели находятся в очень низком диапазоне. Вот норма — это примерно от полутора до трёх тысяч в этом диапазоне, а если запас жизненных сил существенно ниже этих показателей, то это означает то, что у человека есть просто истощение жизненных сил. Соответственно, необходимо производить такие действия, такие манипуляции с вениками в бане, чтобы и привлекать, так скажем, пар таким образом, чтобы наполнять силой человека. А если у человека присутствует, так скажем, гипертонус, есть застой, энергетический застой, то это тоже отражается в таких показателях, и застой этот тоже нужно убирать. Вообще, вот в славяно-ридской традиции, в ведической традиции, ну, принято считать, что в бане мы работаем либо с напряжениями в теле человека, которые отражаются в энергетическом плане в виде застоя, либо с пустотами или с недостатком энергетического потенциала. И поэтому необходимо, так скажем, применять активные или, наоборот, неактивные действия и активные манипуляции с вениками. Ну, кроме того, есть ещё показатель уровня стрессового напряжения. Если человек находится, так скажем, в стрессовом состоянии, то показатель стрессового напряжения может быть очень большим, и это означает, что у него присутствует и психологический гипертонус, а также может быть присутствует гипертонус мышечный, который тоже необходимо снимать и рассматривать его как перенапряжение, находящееся в его теле. И тогда здесь нужны активные воздействия, потому что гипертонус снимается как раз активными воздействиями. А если человек обесточен, обессилен, то этот показатель может быть очень низким, и, соответственно, тогда человеку не нужны никакие активные действия воздействия веничными, скажем, манипуляциями. Ему как раз нужны мягкие практики, скажем, мягкие техники без активного перемещения пара над человеком, а действия, которые направлены на восстановление его энергетического потенциала. Детально я сейчас не буду останавливаться на том, какие именно воздействия они, вообще техники различаются. Коротенько скажу, что существует бесконтактное воздействие, существует контактное воздействие вениками, существуют массажные движения, существуют ударные техники, есть припарки, есть компрессы. И весь этот набор действий нужно знать, как применять для разного состояния человека. Вот мы выделили, так скажем, несколько режимов парения. Первый режим — это интенсивное парение, когда мы очень активно воздействуем вениками и очень производим активное перемещение пара над телом человека и нагнетание пара в тело человека. Есть активное парение, так скажем, которое менее интенсивно воздействует на человека, но оно выше, чем средние значения. Есть классическое парение, когда все воздействия находятся на среднем уровне. И есть энергобалансирующее парение, когда воздействие ниже средних, но выше минимальных. И самое минимальное воздействие с помощью веников и передвижения пара — это энерговосстанавливающее парение. Но нужно сказать, что еще играет роль также контрасты в бане, я надеюсь, вы знаете, что можно применять контрастные процедуры в бане. Так вот, при интенсивном парении рекомендуется сильные контрасты, при активном парении контрасты должны снижаться, сила контрастов. При классическом парении сила контрастов должна быть средняя, при энергобалансирующем ниже средние, но выше минимальных. И при энерговосстанавливающем парении должны быть совсем минимальные контрасты. допускается капельный, так скажем, контраст, стряхивание прохладной воды с кончиков веников. Но никаких сильных, допустим, в прорубь или в ледяной купель, конечно, таких контрастов не следует производить. Также в разных режимах парения желательно понимать, что любые перевороты человека и манипуляции с его телом, они приводят, так скажем, либо к возбуждению, либо к успокоению. И, допустим, в энергоосстанавливающем парении допускается один переворот, допустим, в интенсивном парении можно несколько раз человека перевернуть, и ничего страшного в этом нет. Можно применять поддержки рук при парении, поддержки ног при парении. Понятно, что если мы делаем энерговосстанавливающее, энергобалансирующее парение, то поддержки нужно применять, а если мы применяем активное, интенсивное парение, то можно это делать без поддержек, чтобы человек сам держал в нужном положении руки и ноги. Есть еще кое-какие тонкости, на которых я сейчас не буду останавливаться, но важно понимать, что мы можем применять различные режимы парения человека. Так вот, сочетание влажно-температурной среды, которую мы выбираем, и сочетание, так скажем, режимов парения, оно позволяет сбалансировать существующий разбаланс у человека, либо снимать гипертонус, снимать перенапряжение, либо наполнять его, так скажем, жизненной силой. Но при этом, конечно же, нужно понимать, что жизненной силой нас наполняют сами стихии, то есть которые находятся в активной фазе в бане. Поэтому трудно переоценить воздействие бани на человека. И очень важно, чтобы человек из бани выходил восстановив свои жизненные силы. И частенько бывает так, что человек так напринимается банных процедур, что выходит уставшим, у него болит голова, тяжело спать, на следующий день тоже может человек болеть, может подпрыгивать давление, и в результате банная процедура получается, так скажем, не в пользу, а во вред. Так вот, зная текущее состояние человека, зная его конституцию, мы можем таким образом выбирать оптимальный режим или зону комфорта, как договорились обозначать, таким образом, чтобы все процедуры были направлены на оздоровление человека. Ну вот еще немножко покажу, какие показатели, вы все с ними знакомы, учитываются показатели стресса вот в таких диапазонах, учитываются показатели запаса жизненных сил вот в таких диапазонах. Их сочетание позволяет нам получить вот такие режимы, и они отображаются уже конкретно в модуле, вот в виде такой картинки. Значит, вот эта зона, сочетание показателей, она относится к интенсивному парению, эта зона к активному парению, вот эта зона к классическому парению, это энергобалансирующее парение, энерговосстанавливающее парение. Вот этот кругляшочек с точками, он означает, что для конкретного человека мы попали именно в эту зону по сочетанию этих показателей. И, соответственно, ему будет рекомендовано классическое парение для данного человека. Приведу прямо конкретный пример для одного из показаний, для одного из человека, для одного из людей, которые были сделаны замеры для него. Ну, собственно говоря, я взял этот, так скажем, тестовый пример, который приводится в демонстрационной версии. Вот смотрим, какие показатели по запасу жизненных сил. Вот для данного конкретного человека мы видим очень низкий показатель запаса жизненных сил, 77, там 60-х. Что это означает? Это означает, что у человека явно есть, так скажем, энергодефицит, и ему нужно восстанавливать жизненные силы. Это первый показатель. По второму показателю мы видим, что у этого человека достаточно высокий уровень средствного напряжения. Он находится в красной зоне, и этот человек находится в таком состоянии уровня высокого стресса. Его характеристики, так скажем, по Адошам показывают, что у него есть ярко выраженная вата Адоша. Вот. Фактор Пита у него находится на грани истощения, а фактор Капа, можно сказать, практически полностью истощен. То есть это ярко выраженный тип вата Адоши. Вот с каким мы человеком имеем дело. И в результате, так скажем, замеров и этих показателей модуль сфидонтерапии дает следующие рекомендации по, так скажем, по влажностно-температурной среде, которую мы должны выбрать для него. Вот этими точечками в закладке влажностно-температурная среда, вот этими чёрными точечками обозначены те влажностно-температурные режимы, которые ему рекомендованы. Но поскольку это явно выраженная вата Адоша, то у него проявляется такая особенность, что есть чрезмерное скопление сухости и холода. И, соответственно, в бане следует стремиться к кратковременным горячим и влажным режимам, но не злоупотреблять ими, потому что человек находится на грани, так скажем, истощения своего запаса жизненных сил. И поэтому вот эти все режимы ему благоприятны. Самый благоприятный режим это зона комфорта русская баня со смещением влажностной температуры в более высокую сторону. Но эти режимы также режим суперэкстрим, режим тропиков и вот здесь еще есть режим, так скажем, экстремальный режим, они человеку показаны. То есть это зоны средних и высоких температур, которые могут уравновесить стихию воздуха при кратковременном применении. В режиме русской бани можно применять более длительные процедуры, потому что это намного мягче режим. И если мы будем применять такой режим, то у нас есть шансы для того, чтобы сбалансировать, привести в баланс перекос в сторону ваты, в сторону воздуха, в сторону эфира и добавить так скажем другие стихии. что касается режима парения, то соответственно его показателям ему рекомендуется энергоосстанавливающее парение, поскольку запас жизни сил очень маленький. и мы видим, что точка пересечения координат уровня жизненной энергии и напряжения систем регуляции находится в зоне энерговосстанавливающего парения. То есть вот такой режим энерговосстанавливающего парения позволяет максимально восстановить жизненные силы, а также наполнить силы стихиальных сред, тонкие тела человека, его плотное тело. И вот для этого режима рекомендуется все мягкие техники воздействия вениками и рекомендуется исключить применение активных бесконтактных движений, приводящих к проявлению стихии воздуха. А также необходимо исключить ударные контактные техники. То есть должно быть больше мягких контактных техник, легких прикосновений вениками, мягкие массажные воздействия и плавные мягкие растягивающие движения, а также мягкие припарки и компрессы. И причем созданием образов наполнения силы стихии тонких тел и плотного тела человека. Ну и сила воздействия в таких массажных и других контактных техниках, а также их имплюда частота должны быть минимальные для того, чтобы можно было восстановить жизненные силы человека. Конечно же никаких сильных контрастов болевания холодной водой применять не следует, допускается капельное воздействие и всего лишь один переворот тела, чтобы излишний раз, как говорится, не напрягать человека, чтобы он был максимально расслабленный и удалось максимально наполнить его силой стихиальных сред. Вот таким образом на этом примере мы видим насколько важно и как мы можем насколько важно правильно выбрать влажностно-температурный режим и как правильно выбрать режим парения для конкретного человека. Вот в целом, если очень коротенько говорить о данном модуле его так скажем глубокого смысла я примерно вам рассказал что хочется еще добавить я так подозреваю что далеко не все представляют что такое баня что такое правильная баня как использовать как пользоваться баней и необходимо еще добавить что в бане очень важно иметь правильную вентиляцию и правильный приток воздуха все эти манипуляции эти влажностно-температурные режимы воздействия они будут иметь место тогда когда в бане подается свежий воздух наполненный кислородом поскольку банное пространство это так скажем место где по определению присутствует недостаток кислорода особенно если есть металлическая печка которая сжигает кислород и если нет никакой вентиляции или она неправильно сделана это конечно отдельный вопрос но тем не менее я хочу на этом остановиться несколько слов сказать на эту тему почему потому что недостаток кислорода приводит к гипоксии и человек начинает через какое-то время если нет притока свежего воздуха страдать от недостатка кислорода устает сердечная мышца которая требует постоянно кислорода и если недостаточное поступление свежего воздуха банная процедура может быть так скажем ее результат может быть смазан а может быть даже сведен к нулю а там где вообще никакой вентиляции нет могут быть даже негативные последствия вот поэтому специально на этом останавливаюсь это очень важно понимать если вы будете пользоваться баней но как строить конструкции это тоже отдельный разговор отдельная тема как правильно сделать такую баню но тем не менее я делаю на этом акцент и хочу сказать что есть три основные составляющие в бане для того чтобы провести правильное правильное парение первое это конечно же выбор влажностно-температурного режима в соответствии с конституциональной особенностью данного человека как вы уже увидели второе это правильный режим парения с учетом текущего психофизиологического состояния человека и вот третье это конечно же обеспечение свежим воздухом поэтому в бане там очень важно чтобы была форточка чтобы была правильно сделана вентиляция вот ну в целом я вас ознакомил с этим модулем предлагаю сейчас нам ответить я готов ответить на ваши вопросы сейчас я посмотрю вопросы вот открываю закладку вопросы не вижу вопросов не знаю либо мне не показывает либо вопросов нет так сейчас одну минуточку вернусь ага вот вижу вопрос если есть вопросы пишите я готов ответить я готов ответить специально мы выделили время так вопрос за какое время до парения следует проводить диагностику и должно ли это проходить в бане не в парной или до того отличный вопрос значит диагностику следует проводить конечно же до бани совершенно не обязательно ее проводить непосредственно в банном пространстве ее можно провести и в другом помещении но важно чтобы до момента парения не проходило много времени ну в пределах получаса и за эти полчаса не должно происходить никаких экстремальных ситуаций с человеком ну должен быть нормальный режим жизни как говорится за эти полчаса сразу же скажу что после бани также можно провести диагностику и посмотреть как изменилось состояние человека после парения если мы проводим сразу же измерение после парения конечно абсолютные значения будут прыгать но баланс мы можем увидеть сразу изменение баланса допустим подошем или изменение баланса по состоянию систем регуляции мы можем увидеть сразу поэтому подводя итог этого вопроса говорю измерение можно проводить и не в парной но не больше чем за полчаса до проведения банной процедуры а полноценно результат накопленным кумулятивным эффектом будет проявлен примерно через сутки после парения но за это время также не должно быть никаких экстремальных ситуаций у человека которые бы исказили так скажем результат проведения банной процедуры следующий вопрос продолжительность парения тоже хороший вопрос я вскользь здесь уже говорил про длительность парения смотрите продолжительность парения также зависит от выбранной влажно-температурной среды так скажем чем жестче среда чем выше температура чем выше влажность тем меньше продолжительность парения должна быть В режиме, допустим, русской печи, когда у нас температура порядка 30-40 градусов и влажность невысокая, можно банные процедуры проводить 30-40 минут, даже до часа. В режиме русской бани, когда средняя температура, средняя влажность, вполне достаточно для одной банной процедуры 15 минут, максимум 20 минут. Это вполне достаточно. А если режимы экстремальные, то у них в самом суперэкстриме 5-7 минут больше нельзя находиться в таком режиме, и я не рекомендую в таком режиме находиться. А в режиме субтропики можно находиться 5-10 минут. Ну и в суховоздушном режиме также можно находиться 5-10 минут, но не больше. Следующий вопрос. Как интенсивность воздействия вениками соотносится с душами? И капхи лучше поинтенсивнее, сваты побережнее, а как быть промежуточными типами? Значит, смотрите, принцип воздействия вениками должен быть такой. Чем выше, так скажем, напряжение у человека, чем сильнее гипертонус, и есть избыток, так скажем, застой энергии, тем активнее нужно воздействовать на человека. Это общий принцип. И он распространяется на все три доши. Нельзя сказать, что капхи лучше поинтенсивнее, сваты побережнее. Вот сваты как раз может быть и наоборот. Если у ваты есть застой, то нужно и поактивнее подействовать. Ну, конечно же, капхи в общем случае, так скажем, есть смысл воздействовать поактивнее. А промежуточные типы как раз они сочетаются по показателям, и мы попадаем в один из пяти режимов. Как раз идет учет. Я показал только по ваты доши, но можно посмотреть и по другим типам конституциональным. И вот эти пять режимов воздействия вениками, они как раз определяются на совании сочетания двух показателей. То есть уровня стресса и уровня систем регуляции. Так, следующее. Парение зависит ли парение от сезона? Да, парение зависит от сезона, но не просто от сезона, оно зависит от сезона и именно конституции человека. Потому что в определенные сезоны разные типы конституции ведут себя по-разному. И поэтому и состояние у них меняется. Поэтому если мы, допустим, зимой замерим показания у капхи, и летом замерим показания у капхи, они могут быть разные. Но это все прибор учтет, потому что там идет комбинация и состояния, и его психофизиологического, так скажем, состояния человека, который находится в текущем времени. Так, в моменты простудных заболеваний показаны ли они, и в какой промежуток. Вот, смотрите, если у человека температура, и он находится в таком, скажем, уже сложном состоянии, я бы не рекомендовал ходить в баню. А вот профилактически и на грани заболевания, если вы чувствуете недомогание, баня идеально вам поможет. Поэтому при высокой температуре особенно в баню лучше не ходить. А вот до, или если вы чувствуете, что вам, вы скоро заболеете, или там небольшая совсем температура, то баня, она показана. Следующий вопрос. Добрый день, есть ли у вас какие-то ресурсы для знакомства с тем, как построить правильную баню? У меня лично таких ресурсов прям конкретно по строительству нету, но я могу вам посоветовать, напишите мне в личку, не знаю, каким образом. Оставьте свои контакты, свяжитесь со мной, и я вам порекомендую, куда и как обратиться, и в какие ресурсы, и каким людям, для того, чтобы вы правильно построили себе баню. Что посоветуете почитать про русские традиции парения? Я могу посоветовать вам почитать мою книжку «Образное парение в русской бане». Вот, и там есть в конце список литературы на других авторов, и вы можете почитать этих других авторов. Ну, как книжку у меня получить, так же можете обратиться ко мне в личку, написать, установив со мной прямой контакт. Дальше. Есть ли особенности питьевого режима при разных конституциях и психофизиологических состояниях? Да, конечно, безусловно, есть такие режимы для того, чтобы сбалансировать существующий разбаланс. Общий подход, хотя общий подход такой, в принципе, нужно всегда восстанавливать водный баланс и слушать себя и пить ровно столько, сколько вам хочется. Но если у вас есть задача освободиться от излишков воды, то тогда, конечно, желательно не пить воду во время парения. Ну, допустим, это характерно для капхи, если есть желание избавиться от излишков воды. Причем желательно не погружаться в бассейн, не обливаться душем, потому что кожа, она заберет все избытки. Достаточно слегка ополоснуться, тут же протереться, чтобы кожа не набрала воду, потому что она имеет особенность набирать сильно воду. Поэтому, если нет задачи избавиться от излишков воды, то тогда нужно пить и восстанавливать водный баланс столько, сколько вы хотите. Так, имеет ли значение, из каких растений сделан веник? Если да, какими дождьми, какие растения рекомендованы? Очень интересный вопрос. Подробно я вам сейчас не отвечу, просто формат не позволяет, но скажу общие принципы. Значит, каждое растение имеет свои свойства, ну, например, береза, она имеет свойство наполнять, осина, она имеет свойство забирать негатив, дуб имеет свойство закреплять, вот, липа имеет свойство смягчать, ну, и так далее, этот список можно продолжать. Соответственно, если вы знаете вашу дождь, ну, например, дубильные вещества у дуба, которые закрепляют, они, так скажем, полезны для кожи, которая этого требует. Вот, если кожа сухая у человека, да, то лучше применять, там, березовые венички, липовые венички. Вот, но более подробно я погружаться не буду, но вот учитывать такие особенности, конечно же, нужно. При изодносике используются показатели жизненной сил и уровня стресса. Да, используются, но я не вижу вопроса, используются ли, используются, я об этом рассказывал, а вопрос я не понял. Есть ли внутренние заболевания, на что еще обращаем внимание? Если есть внутренние заболевания, то, конечно же, смотря какие заболевания, опять же, о чем идет речь. То есть, поскольку внутренние заболевания – это результат, так скажем, проявления энергетического дисбаланса, который проявляется на физическом плане, то все манипуляции, правильно проведенные, они будут благоприятно сказываться на тонкий план и отражаться на физическом плане. Поэтому баня, она тем и хороша, что мы можем подобрать такие воздействия, которые, может быть, не напрямую, конечно, но косвенно скажутся на этом. То есть, и надо еще понимать, что в бане у нас интенсивно улучшается кровоток, лимфоток, сосуды расширяются, идет мощное очищение, и все это будет сказываться на, так скажем, на правильное функционирование внутренних органов, а, соответственно, будет уменьшать силу внутренних заболеваний. Интересует информация по строительству бани. Представьте, пожалуйста, и книгу, и ресурс по бане. Важен личный контакт с лектором. Важен, выходите на меня в личный контакт, я вам подскажу, порекомендую. И книгу могу свою вам также предложить, и источники по строительству бани. Так, спасибо за материал. Исходя из сказанного, для применения бани практически не существует противопоказание. Все будет зависеть от типа доши и исходного состояния человека. Правильно ли я рассуждаю? Да, совершенно правильно. То есть, если говорить, так скажем, в целом, да, для бани, так скажем, кроме, ну, таких резких крайних состояний человека, противопоказания практически никаких нет. Важно выбрать правильный режим. Ну, я не говорю, там, открытые переломы, там, болезни, находящиеся в критической стадии и так далее. Это, конечно, баня уже не поможет. Вот. А так, в принципе, при нарушениях энергетического баланса, при стрессовых ситуациях, при усталости, для профилактики, в бане, по бане особых ограничений нет. Важно лишь правильно выбрать нужный режим парения и нужную влажностно-температурную среду. Ну, что, я не вижу больше вопросов. Ну, хотелось бы получить там в письменном виде, там, какие-то плюсики или просто написать, было ли для вас интересно то, о чем я вам рассказал, заинтересовал ли вас модуль. Напишите, пожалуйста, какие-нибудь плюсики или да, или было интересно, хотелось бы получить обратную связь. Да, вижу. Спасибо большое. Ну, что, наше время истекает, хотя, в принципе, еще есть небольшой запас времени. Да, вот вижу вопрос, вопрос по детским режимам. Значит, детские режимы, вопрос. Да, безусловно, есть детские режимы, и детей нужно знать, как правильно парить, особенно маленьких детей. То есть, в самом общем, в общих чертах скажу, что детишек нужно парить очень осторожно. Ни в коем случае их нельзя сразу запускать в режим высоких температур, сильного пара. Совсем маленьких детишек нужно в очень мягкий режим, типа режима русской печи или русской бани со смещением температуры и влажности в нижнюю сторону. Надо, чтобы детишки там играли в бане, посадить в тазик, дать игрушки какие-то, ни в коем случае вениками не христать, не бить, прикладывать потихонечку. То есть, приучать, может быть, заносить детей маленьких на 2-3 минутки, потом увеличивать время пребывания в бане. Важно превратить это в игру, и главное, чтобы детям было приятно и комфортно, тогда они привыкнут к бане. А потом уже, соответственно, можно их парить, но очень, так скажем, в лайтовом режиме, в мягком режиме. И можно учитывать также душу детей и их текущее состояние, также замеряя на приборе видопульс. Я нескольких детей замерял и пользовался. Ну, у детишек обычно очень хорошие показатели, если они ничем не болеют. Вот очень хороший запас жизненных сил, но баланс с подошвым бывает различный, и это можно все учитывать. Но более подробно об этом, конечно, в прямом контакте мы можем поговорить, если вам очень интересно. Так, смотрю еще вопросы. Как часто провести диагностику и что является показанием к тому, чтобы провести ее по новой? Ну, в идеальном случае, конечно, лучше проводить диагностику перед каждой баней, если у вас прибор есть, если есть такая возможность, и смотреть, какой вам режим в данной ситуации подходит. Может быть, у вас была тяжелая неделя, вы сильно устали. Вот в нормальном, как бы, в рабочем режиме у вас хорошие показатели по энергетике, а вследствие того, что вы сильно устали, у вас он может упасть. Или вы, допустим, целый день лопатой работали и истощились энергетически, или у вас мышцы забиты, гипертонус в мышцах. И все это прибор покажет. И поэтому перед каждой баней идеально это проводить. Вообще, я считаю, что такой прибор должен быть в каждом банном комплексе, в каждой приличной бане коммерческой. Конечно, в той, в которой идет направленность на оздоровление. Потому что у нас же, знаете, есть очень много бань, которые не направлены на оздоровление, а не направлены на то, чтобы можно было туда прийти, выпить водочки, хорошо покушать. И об этом никто не печалится и не заботится. А если баня такая, что она направлена на оздоровление, то такой прибор, конечно, хорошо бы иметь. Как часто проводить? Вот перед каждой баней, и если вы хотите узнать, что там получилось в результате, через сутки хорошо сделать замеры, посмотреть, как баня сработала. Может быть, вы увидите, что вы неправильный режим выбрали, и у вас показатели ухудшились. Такое тоже бывает. Нужно ли проводить полное обследование и учитывать остальные показатели, достаточно только модулей с ведомой терапии. В принципе, достаточно и модуля, потому что он без остальных модулей дает интегральные показатели. Но если у вас есть модули, которые показывают состояние вашей доши, показывают систему регуляции, то это будет замечательно. Вы дополнительную информацию можете получить. Ну, наша баня правильная, вы же знаете. Не знаю, потому что очень многие делают баню неправильной. Прямо вам скажу, половину людей даже понятия не имеют, какая правильная должна быть. Есть, так скажем, общие принципы проведения правильной бани. Так и даже этого люди не знают. Поэтому я бы не сказал, что баня в любом случае правильная. Так, есть список травяных чаев для бани по дошам. Смотрите, в АПК Ведопульс есть модуль фитотерапия, которым вы можете с успехом пользоваться и применять те травы для чаев, коренья растений, цветы, плоды. Вот вам, пожалуйста, там будет вам полный список для вашего текущего состояния. Потому что в зависимости от состояния вам, может быть, и разные понадобятся. Так, я о шале Ботаника. А, о шале Ботаника. Ну, о шале Ботаника, да, должен сказать, что эта баня продвинутая, направлена на оздоровление. Я там был в Ростове, и могу сказать, что там, так скажем, и хозяин бани, и все кто-то доходит на правильном пути, и они знают главные принципы. Но я бы порекомендовал, шале Ботаника, приобрести модуль Ведопульс. Так, вот, здорово, то есть после бани можно провести обследование через сутки, получать результат. То есть одно обследование, два бани, а второе через сутки. Идеальная картина, да, перед баней и через сутки проверится, что вы получили в результате. Так, ну что, вопросы похожи все, вопросов больше не вижу. И также время наше истекло. Всем огромное спасибо, кто заинтересовался. Так, всем всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok